всем привет сегодня не принесли вот такой вот телефончик это asus zenfone ну тут собственно видно разбит дисплей разбит тачскрин нужно будет поменять снимаем крышечку заднюю батарейку вкручиваем шурупики третка скрепит как надо помазать вроде все открутили аккуратненько по кругу щелкаем защелочки можно медиатором можно чем-то жесткой может быть карточкой так дальше дальше нам нужно будет соединить все что нам мешает раз разъемчик два три пинцетик так ну вроде все откручиваем шурупы отплаты тоненькие маленькие беленькие давай еще один извлекаем плату здесь еще что-то мешает нам еще забыли отцепить ты сам он разъем экрана дисплея в принципе тоже можно будет убрать что не мешалось такие цепляем так понимаю приклеен как-то полевато идет резиночку на микрофон не забыть потом одеть что-то туда трубе не отрывается с этой стороны попробуем поддить все оторвался вот он плату убираем так дальше 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 бесплатно вот такой вот что здесь получается то хоть в принципе похож хошь тачскрин нужно будет похоже соединять от этой рамки так убираем нижнюю плату в принципе нам тут ничего не мешает это на зря открутили так ну ладно открутили открутили будем сейчас скрыть греть и отклеивать вот это время градусов сейчас секундочку так нужно подстелить нам коврик силиконом чтобы не сжечь нашу тряпочку хороший кстати коврик паять на нем термоустойчивый по периметру все прогреваем пробую пинтить коврик силиконом Сейчас мы по кругу отклеиваем таческлей сначала. Погреться. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот такой вот тачскрин. Шлейфом. Герметик надо будет убирать. Дисплей, думал, целый. Нет, вот она там трещинка. Видно, не видно, но вот видно. Тоже. Ну, в принципе, отдельно. В Китае есть тачскрины. У нас тачскринов отдельно не было. Ну и стоит этот дисплей. В принципе, недорого. Вот он весь в трех местах, а так сломанный. Сейчас нам надо будет... Теперь сюда, наверное, что будет. Подхиварную дисплей. Тоже приклеенный там. Тоже подогреем его. Чуть-чуть. Так что, у кого, если просто сломался тачскрин, там, наверное, совсем, наверное, копейки будет стоить. Можно поменять отдельно. Не обязательно для этого покупать дисплейный модуль с бурис тачскрином. Сильно было не деформировать желательно. Так, вот тут вот скотч. Примерно вот так это выглядит. Вот оно. Разъем. Дисплей. Разъем. Все почти подходит. Только здесь вот я купил, он идет полностью собранный. Пусть так даже, наверное, лучше. Так, ну давайте сначала проверим традиционно. Надо было его подцепить, конечно, сначала. В принципе, недолго. Накинем обратно все. Так, ну все, я подцепил. Здесь обратно закрутил нижнюю плату, чтобы уже не забыть, потому что она нам нужна. Пробуем, включаем. Так, включаем батарейку. Эх, батарейка-то у нас похожа села. Сейчас проверим. Да, батарейка у нас мертвая. Придется маленько подзарядить ее сначала, потом будем демонстрировать. Так, ну вот. Включился телефон. Ну, то есть, старые батарейки. Загружается, пока изображение есть. Так, главное. Сейчас точечки, точескрин еще проверим. Как бы его проверить, чтоб нам. Эх. Эх, эх, эх. Неудобно. Держать батарейку и телефон, чтоб не выпало там, прижимать ее над контактом. Ладно, вроде держится. Так, ну все. Здесь работает. Нижние кнопки. Работают. Это работает. СМС, ММС, добавим. Текст проверяем. Три, четыре, пять, шесть, семь. Все работает. Все работает. Ну, все. В принципе, можно приклеивать. Обратно все отцепляем. Этот шлейф можно не отцеплять при замене. Самое главное, отцепить вот этот вот, сам дисплей. Так. Так. Вот я тоже маленько прикрутил, так что лучше открутить. Лучше не полениться открутить болтик, чем потом шлейфы паять или ехать за новым бисплеем. Застрял, застрял, застрял. Так, что тут, здесь подцепили, здесь подцепили. Сейчас чистим и обезжириваем по периметру, в принципе, все почти отклеилось хорошо. Жидкий идет клей, сейчас мы его обезжирете и уберем. Чем лучше мы от этого все почистим, тем лучше у нас будет ангезия, тем меньше вероятность, что у нас отклеится скотч. Отклеится экран. Берем наш двухсторонний скотч 3Мовский. Хороший скотч, только найти надо край. Вот такой вот я скотч использую еще раз. Ссылочка на него будет в описании. Прекрасно держит, никуда ничего не отпадает. Прекрасно держит. Еще раз повторюсь, вот раньше я наклеил вот такой бы 7000, здесь бы 8000, бы 9000 дисплеи тачскрины. Ну, сейчас что-то я от него отошел, тоже хорошо, но мне кажется, как-то он не очень, может я как-то не так клей. Он идет вот с такой вот открывашкой, здесь идет иголочка, чтоб, видимо, он не засыхал, но все равно вот он засыхает. Вот я его нажимаю, он не вылазит, нужно подлинче туда иголочку, подтолкнуть. Вот он сейчас полезет, ну, в принципе, он как момент, только пожиже вот такой. Возможно, он уже все засохло недавненько. В последнее время я сейчас клею вот на такой двухсторонний скотч, он мне больше понравился. Прочнее дисплеи тачскрины сидят. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, итак, заводим обратно дисплей. Здесь нужно сначала обратно все вот эти пломбы. Так как мы проверили, у нас все работает, уже можно убирать. Так, что страшно, здесь еще вот наклеечка. Это разъемы к плате будем приклеивать. Ее можно позже будет оторвать. Здесь все нормально. Заводим. Сначала толстый, широкий разъем. Так, и тут же нам нужно попасть, направить вот этот тоненький. Ровненько прикладываем. Дисплей. Здесь вылез. Так, снизу чуть не заходит. Сначала снизу тогда ровненько в планочке прижмем и заводим вверх. Так, плату его уберу пока. Так, что-то там мешает. Надо посмотреть поподробнее. Так. Так. Там дисплей туда зашел. Ой, тут приклеилось уже. Пропустили. Вот видите, невнимательно. Нужно отойти. Аккуратно. Лучше подогреть мне. В принципе, я сильно не прижимал. Так, он скотч не должен скрутиться. Так, как меняется. Так. Аккуратно. Аккуратно. Да. Аккуратно. Все продернули, обратно вставляем и прижимаем. Теперь можно прожать весь дисплей. Все ровненько, без лишних ненужных зазоров. Продолжаем сборку, ставим на место плату. В данном случае здесь, если забыли куда прикручивать, есть такие треугольнички на платье. Которые указывают отверстие, в которое нужно прикручивать. Отверстие или место, вот видите, здесь прикручиваются вот сюда. Саморез, вот я поближе подниму, поднесу. Фокусируется, вот они треугольнички. Наплати вот здесь вот, допустим, где она, вот она. И так далее. Все прикручиваем на место. Так, здесь отрываем пленочку. Аккуратно нужно сначала вставить разъем. Вставить шлейф до полосы. Можно защелкнуть. И теперь прижимаем к платье, приклеиваем. Здесь так же. До полосы вставляем и защелкиваем. Так, и здесь. До полосы вставляем и защелкиваем. так и здесь до полосы не защелкиваем в принципе здесь вроде бы все камеры вместо резиночку на микрофон так что у нас тут осталось саморезы в принципе все защелкиваем дисплей крышку вернее заднюю смотрим чтоб защелкнулась включаем обратно саморезы шурупы вернее да о четвъртка скрипит конечно как будто я не знаю че дадут вставляем батарейку защелкиваем крышку крышку здесь нужно защелкивать со стороны кнопок начинать чтобы кнопки все встали на место контрольный тест вибрация прошла пленочку можно выбирать Asus все появилось в принципе в принципе все на этом ремонт окончен всем спасибо всем пока